Сегодня в шесть вечера Анастасия Нисимова будет говорить о правах осужденных. Ну а мы к теме более свободной. Никита Сучков, наш коллега, корреспондент областного телевидения, каждую неделю бывает в разных медвежьих уголках, ну точнее в разных небольших, порой неизвестных, широко неизвестных уголках Свердловской области. Возвращается оттуда полон впечатлений с сюжетами и с сувенирами. И сейчас Никита как раз в гостях в нашей студии. Доброе утро, Никита. Доброе утро, коллеги. Welcome. Итак, откуда ты? Из леса вестима? Да, практически из Артей я приехал. Из Артей. Как вы правильно заметили, Артинский утро... Ой, что я все собрал. В общем, город накартит совместно проект с районными газетами. Сегодня я привез свежий выпуск газеты Артинские вести. И как раз здесь материал о мастерах, о мастерах... Артинские вести. Так, Никита, если на словах, что за мастера, что это у тебя такое? Которые делают вот такие корзины. Подожди, там Лазар растет виноград? Ивовые прутья. А-а-а! Ивов. Почему ты думаешь, что ты это обезает из винограда? Ну не знаю, мне показалось. Так, а еще тут штуки какие-то у тебя с собой. Знаете, я слыхал, что в Артях существует завод, где делают косы. Вот настоящие косы, которыми косари косят. Так ли это? Без косы сегодня. Есть, это самое знаменитое у них производство, но у них есть еще второе производство, которое недавно, так скажем, отпочковалось от основного, от косного. Это производство игл, вот видите, у меня разные иглки. Это что за игл? Можно посмотреть? Игла универсальная, бытовая, промышленная, всякие разные. Вот это для машинки. Игл Артин, ничего себе. Подожди, я так понимаю, это, видимо, какой-то отход и откос, или как это? Нет, они закупают сырье, проволоку, затем ее, так скажем, обрабатывают. Это у них... А там что за игла? Здесь. Там тоже все, все для машинок они выпускают игл. Это у них новое производство, либо они вот издревле занимаются так же кокосами, так же и иглами. У них производство сороковых годов прошлого века, когда в Великую Отечественную войну эвакуировали завод из Подольска. Вот у них там оборудование до сих пор, вот, сто вопреже есть. А в Подольске, между прочим, в свое время Зингером было построено так, что у нас такой... Зингер. Внук или внучка Зингеровского предприятия. Да, я пытался рассмотреть клейма на станках, но так ничего и не увидел. Возможно, кстати, это как раз немецкое оборудование, и руководители говорят, что действительно это... А, то есть оно не менялось, прям вот как из Подольска привезли в сороковых, да? Да, да, да. Да, да, да. Да, как раз шлейные машинки же и производили с Зингером. Вот, да, 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 да. Да, да, вот, вот, смотришь, стружку еще какую-то с собой. Ой, это не стружка, это, кстати, очень полезное вещество, очень полезное растение, называется женьшень. Вот у нас... Подожди, вот это и есть женьшень? Можно посмотреть? Это корень женьшеня, да. Доставай. Слушай, а мне казалось, что женьшень где-то... Доставай и ешь. ...на Дальнем Востоке, в Китае, нет? В советское время у нас была целая плантация женьшеня, как раз-таки в деревне Комарова, куда я ездил. У меня буквально получилось, вчера было второе число, поездочка, на недельку до второго я уеду в Комарова. Ах, вот где это место! Только не на недельку, а только на один день. Подожди, это тоже выращивают в Артях специально куда-то на продажу? Раньше там была целая плантация, где женьшень выращивали в промышленных объемах. Затем в 90-е годы совхоз закрылся, но остались любители, которые до сих пор этим занимаются. Целые огороды там есть, где вот... Огороды женьшеня? Огороды женьшеня. Его выращивают прямо-таки несколько лет, то есть его в зиму сажают, закрывают там еловыми ветками. Потом-то что с ним делают? Потом, вот как раз... Едя, ты себе говорю, ешь! И варят настойку. А варят настойку из него? Она что, она... Она все, Саша! Я тебе как мужчина мужчине скажу это все. Да, да, да. Так я говорю, Женя, ешь! Могу в пример просто привести. Вот мужчина, который этим занимается, рассказывал, что вот когда ему там было 70 лет, он... И он этим занимается до сих пор? До сих пор занимается. Молодец. Он сейчас 81 год. Вот. Он шел из соседней деревни 20 километров, устал, с тяжелой сумкой. Вот, пришел, говорит, так устал, что подняться немного. В итоге дали ему настойки, он мало того, что воспрял духом, взбодрился, так еще, как вот я цитирую, жену как мужчина побеспокоил. Никита, у тебя ведь еще остался с Женьшень. Да, кстати, вам-то вообще это прекрасное средство очень бодрит, очень бодрит, говорит. Да, да, конечно, для утра. Знаешь, что, мы сегодня говорим об НЛО. После Женьшени не привиделось ли тебе что-нибудь. Было ли в твоей жизни свидание с НЛО? Ну, я могу только примеры своей программы привести. Буквально на прошлой неделе мы делали сюжет про аномальные зоны в Артемовском. Значит, там местные егеря заметили в лесу странное такое образование. Там буквально горит земля под ногами, все покрыто пеплом, деревья примяты к земле и странные воронки. Что это такое, до сих пор гадают и ученые, и велесники, и местные жители. Торф нет, не может быть. Торф это не может быть. Там вот местность, где это все произошло, там минералы, там нет торфа. А минералы не могут гореть вот просто так. И говорят, то ли это НЛО, то ли это метеорит, то ли шаровая молния. Кто-то нажал на кнопку неправильно. Ладно, спасибо. Спасибо, Никита. Мы эту тему Артемовского знаем, и мы сегодня еще вспомним не раз. Но это одно из последних свидетельств, так же, как в академическом. Сейчас мы уходим на двухминутную паузу, затем продолжаем говорить о неопознанных летающих объектах.